Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о грунтах, которые можно использовать в аквариуме. Прежде чем купить грунт в магазине, вы для себя должны решить, какой тип аквариума вы себе представляете, и какой тип аквариум вообще у вас будет, какие рыбки будут там населены. Если вы решили в своем аквариуме посадить живые растения, то грунт должен быть достаточно мелким, толщина грунта должна составлять не менее 7 сантиметров, для того, чтобы растения смогли укорениться. Если вы планируете разместить в своем аквариуме золотых рыбок, то прислушайтесь к моему совету. Эти рыбки, они золотые, удивительные рыбки на самом деле, они даже в младенческом возрасте постоянно копают, что-то копают, копают и копают. Поэтому если у вас грунт будет мелкий, или вы насыпите песочек, то вы в своем аквариуме их просто не увидите, он будет все время находиться, будет мутным. Если в вашем аквариуме будут жить маленькие или средние рыбешки, помните, грунт должен быть не слишком мелким, так как эти рыбешки могут заглатывать этот грунт. И еще один момент. Грунт не должен иметь острых краев, так как рыбки, которые любят полакомиться грунтом, могут пораниться и, соответственно, привести к гибели. При выборе грунта вы должны помнить основное правило. Грунт должен быть натуральным. Натуральный грунт, он имеет пористую структуру, и вот в этих порах поселяются, скажем так, добрые бактерии, которые разлагают процессы жизнедеятельности рыб, ну и способствуют нормализации флоры. Если вы все-таки сторонник разместить крашеный грунт, такой тоже наши производители придумали, помните о том, что крашеный грунт не должен красить воду. Это главное. И второе, помните о том, что крашеный грунт, он не имеет вот той самой необходимой пористой структуры, поэтому содержание в аквариуме его должно быть, но не более 10%. Сделайте просто какие-то яркие пятна вот такими разноцветными грунтами, но не более того. Если вы решили в своем аквариуме все-таки использовать песок, то помните, что песок довольно-таки плотный, и на дне он, знаете, создает такую своеобразную прослойку, то есть туда вода просто фактически не проникает. И если вы его просто взболтаете, вы увидите, сколько там содержится всяких отходов, которые просто вода не в состоянии проникнуть туда внутрь, скажем так, промыть. Поэтому с песком нужно быть очень аккуратным. В точности наоборот, если грунт очень крупный, ну вот в таких размерах и больше, то есть рыбки, особенно маленькие рыбки, просто не в состоянии перевернуть вот такие большие камушки, и корм попадает внутрь, оседает на дне, и происходит загнивание воды. Это тоже плохо. Если вы решили в своем аквариуме заселить маленьких рыбок или среднего размера, то ваш грунт должен составлять фракцией не более 5 мм. Помните. Многие начинающие аквариумисты отдают предпочтение, как говорят, своему грунту, которую они собрали на берегах, озер, рек, морей и так далее. Но помните, прежде чем его запускать, скажем так, в аквариум, вы должны провести обработку. Итак, обработка заключается в следующем. Вы должны хорошенько промыть грунт проточной водой, немного просушить его, поместить в духовку для прокаливания. И только после этого его можно использовать. Отдельно я хочу рассказать про белый грунт. Вы знаете, очень многие аквариумисты, особенно начинающие, отдают предпочтение вот такому сказочно красивому белому грунту. Да, он действительно красив, но совершенно непрактичен. Объясню сейчас почему. Дело в том, что буквально через недели-две после эксплуатации вот такого белоснежного грунта, он станет у вас коричнево-красный. Даже коричневый, наверное, серый больше. А через месяц или полтора он вообще превратится в коричневый. А если вы будете еще использовать вот такие препараты для борьбы с болезнями рыб, то, уверяю вас, ваш грунт очень быстро окрасится в цвета, которыми вы будете заливать в аквариум. Еще маленький секретик хочу вам рассказать. Если вы все-таки решили посадить аквариумные растения в аквариум, ну, живые, которые растения, а грунт у вас крупный, как же быть? Есть секрет. Вы берете простой винно-водочный стаканчик пластмассовый, засыпаете его мелким грунтом, сажаете туда растение живое и закрываете сверху до уровня этого стаканчика вашим крупным грунтом. Растение хорошо, он растет прекрасно, и грунт тоже не страдает. Желаю вам всего доброго в ваших начинаниях. Дерзайте, и у вас все получится. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!